Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода и обратимся к 34 главе. В 34 главе мы видим еще один вариант рассказа о событиях, явно восходящий к какому-то еще дополнительному источнику и принадлежащий перу другого автора, чем несколько предыдущих вариантов. Именно здесь оказывается вот такое, как будто бы повторное заключение завета или возобновление того завета, который был разрушен в момент, когда Аарон изготовил золотого тельца. Но в то же время рассказ в качестве вот такого совершенно удивительно непоследователен. Скорее, можно было бы ожидать, что это некое дополнение к рассказу о предыдущем завете с какими-то дополнительными сведениями, дополнительной информацией. И до какой степени редакторской была та правка, которую здесь можно обнаружить по сравнению с предыдущими рассказами, достаточно сложный вопрос. Да и вообще, на самом деле, начало этого фрагмента может быть где-то в середине предыдущей главы. Одним словом, в эту главу попали рассказы, несколько свидетельств о том, что происходит после золотого тельца. Как будто бы после золотого тельца. На самом деле, нельзя исключить варианта, что рассказ вообще был просто дополнением к предыдущим каким-то сюжетам, но был отредактирован, чтобы здесь, в этом месте, вот выглядеть более или менее самостоятельным. Начинается с того глава, что Господь повелевает Моисею и говорит, «вытяшись себе, две скрижали каменные, подобные прежним». Вот для того, чтобы возобновить завет, для того, чтобы на этих скрижалях были написаны слова. Я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних, которые ты разбил. Хотя, собственно, момент надписания Богом этих слов так и не упомянут. В конечном итоге запись поручается Моисею. И вот Господь говорит Моисею, «Будь готов, взойди утром на гору Синай, на вершину, так, чтобы никто не восходил с тобою». Тоже до некоторой степени контраст с предыдущими событиями, потому что раньше поднимались старейшины всего народа Израилева вместе с левитами, священниками, будущими священниками, потомством Аарона и вот там Моисеев, впереди них отдельно. Здесь Господь говорит, вот чтобы никто, никто не восходил, и Господь сходит в облаке на вершину горы Синай. Как будто бы то же самое. Снова Бог в облаке, снова Моисей поднимается на гору, но уже никого нет, уже израильский народ, запятнавший себя вот этой историей с золотым тельцом, с идлопоклонством, оказывается каким-то образом отодвинут от всей этой картины. И вот смотрите, Господь проходит перед лицом Моисея. Он обещал, он обещал пройти так, чтобы Моисей мог пережить близость, присутствие Бога в конце предыдущей главы. Мы говорили, что это в очень большой степени похоже на то, как описывается прохождение Бога перед пророком Илией. Здесь точно так же говорится о том, что Бог прошел перед лицом Моисея. Собственно говоря, получается, что это и есть теперь перезаключение завета. И это тоже одна из таких своеобразных странностей этой главы. Но вот смотрите еще. Сошел Господь в облаке, остановился близ Моисея и провозгласил имя Ягве. Бог провозглашает собственное имя. Помните, мы не раз сталкивались с тем, что имя Божье возглашается над чем-нибудь, над Скинией собрания, или над народом, или над все той же горой. И как будто бы непонятно, кем оно возглашается. И даже больше того, по сюжету, по особенностям рассказа, часто имеется в виду, что люди, те или иные люди, провозглашают имя Божье над чем бы то ни было, и это становится святыней. Вот здесь совершенно другой взгляд, и может быть более такой прямой, последовательный. Это Бог возглашает имя свое, да заявляет о своем присутствии, ну вот в данном случае над этой самой горой Синай, и она становится святыней Господней. И снова то же самое, фактически, в следующем стихе. «И прошел Господь перед лицом Моисея, и возгласил Господь, Господь Бог». Таким образом, Моисей, как и сама гора Синай, становится вот такой вот своеобразной святыней Господу. Ну и, конечно же, необходимо во всех подобных случаях обращать внимание на то, что же говорится о Боге, как текст исхода называет Бога. Вот Господь, Господь, Бог какой, кто? Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов. Речь идет о милосердном Боге, о Боге, который долготерпелив, а не так вспыльчив, как это иногда у авторов предыдущих глав проскальзывает или даже прям целенаправленно рассказывается. Вот здесь по-другому. Здесь Бог долготерпеливый, сохраняющий правду и являющий милость. В разных формах говорится о благости Божьей, о Его милосердии, о Его терпении, о прощении. Бог, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Такая длинная и сложная формулировка, которая содержит сразу много граней, откровения о том, каков же Бог, который является Моисеем на Сионе, простите, на Синая. И вот, увидев это, приняв подобное откровение, Моисей падает на землю и поклоняется Богу. Напомним, что разговор на самом деле идет все-таки о том, чтобы Бог был посреди народа, чтобы он присутствовал в среде израильтян, иначе, по мнению Моисея, по крайней мере, никакого смысла вообще идти, куда бы то ни было, для Израиля нету, потому что не может этому исходу сопутствовать никакой успех, если Бог не будет с ним. Поэтому Моисей говорит, если я приобрел благоволение в очах твоих, то да пойдет владыка посреди нас. Если, говорит Моисей, ты ко мне хорошо относишься, если я приобрел благоволение в очах твоих, тогда пойдем с нами. Ну вот, вероятно, эта формулировка связана с тем, как раньше Бог, может быть, испытывая Моисея, кстати сказать, говорил ему, давай сейчас этих всех уничтожим, а я создам великий народ от тебя, да, на что Моисей не соглашается. И вот здесь разговор снова возвращается к тому, что этот народ жестоковыен, прости нам беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. Моисей таким образом исповедует грехи народа, которые вполне реальны, которые после рассказа о золотом тельце очевидны, и вот просит, чтобы Бог все-таки пошел посреди израильтян и сделал их наследием своим. Собственно, перечисление разнообразных высказываний о милосердном Боге, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, все это, вероятно, в мысли автора текста нужно для того, чтобы объяснить, ну или, по крайней мере, сгладить некоторые важные противоречия, заключающиеся в том, что, с одной стороны, после того, что вытворил Израиль во главе с Аароном, всего этого вот тельца, можно только отвернуться от него и забыть, как страшный сон, и уничтожить, и возмездие за грех смерти, все. И при этом Бог ведь Бог правды и закона. Однако он этого не делает. По факту дальше мы видим, что Бог действительно идет с этим народом и может показаться читателю, что Бог нравственно-индифферентный, что ему безразлично, нарушает Израиль его завет или не нарушает. Вот весьма вероятно, что здесь авторы текста, предания автора текста и редакторы пытаются каким-то образом объяснить, почему Бог, который лицом к лицу сталкивается с предательством завета и с пороком, несовместимым с жизнью, тем не менее, этот народ не уничтожает. И вот они говорят в превосходных степенях о божественном милосердии и прощении. И дальше Господь говорит Моисею, вот я заключаю завет перед всем народом, садил ее чудеса и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Для тебя здесь, заметьте, скорее все-таки обращено к Моисею, что может показаться несколько неожиданным. Ну вот, можно, впрочем, предположить, что автор переходит с первого лица на третье и на второе достаточно произвольным образом, но, в общем, прямых подтверждений этому нет. Мы наблюдаем вот именно это. Бог говорит, я заключаю завет перед всем народом твоим, садил ее чудеса. Страшно будет то, что я сделаю для тебя, имея в виду явно все-таки Моисея, а не Израиль. Вот заключается завет. Хорошо, мы видели с вами в книге Исхода уже не один рассказ о заключении завета. И вот здесь, в 10 стихе 34 главы, по факту и рассказа-то никакого нет. просто Бог говорит о том, что вот я заключаю, снова заключаю этот завет и садил ее чудеса. Хотя, собственно, какие такие дальше пугающие чудеса сказать достаточно трудно. И мы, собственно, в книге Исхода как таковой ничего такого ужасающего, страшно будет то, что я сделаю для тебя, в общем, не видим. Видим только обещание о том, что Бог изгонит множество народов перед лицом Израиля. Вот просто упоминание о заключении завета. И здесь уже нет ни народа, ни старейшин, никого, кто будет говорить все исполним и будем послушны. Потому что в непосредственной близости от рассказа о золотом тельце разговор про то, как они будут послушны, выглядит, по меньшей мере, несерьезно. Поэтому вот народу израильскому предъявляется требование сохранить все то, что Бог заповедал, что Бог повелел. И заметьте, что здесь, собственно, нет перечисления того, что Бог повелел. В чем заключается этот завет, остается совершенно неясным. Ну, то есть мы имеем, конечно, полное право предположить, что ничего нового здесь нет, не было. Да, само собой разумеется, это не новый какой-то по сравнению с предыдущим завет, а возобновление прежнего. Поэтому заповеди, надо полагать, остаются теми же самыми. И вот Господь говорит, то, что я повелеваю тебе, сохрани, и вот я изгоняю от лица твоего целый ряд народов, населяющих будущую святую землю, населяющих Ханаан. Ну, действительно, это относительно населенная земля, и для того, чтобы израильтяне могли там вселиться, требуется некое уменьшение численности ее жителей, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, книги Ветхого Завета в некоторых более идеологизированных, я бы сказал, частях, рассказывают нам, что вот Израиль пришел, Бог прогнал всех, тут освободилась, соответственно, незаселенная первобытная земля, и Израиль туда заселился. А исторические книги нередко говорят о том, что крайне малыми группами, очень постепенно, на протяжении многих-многих лет, может быть, даже столетий заселяется Израиль среди хананского населения. Поэтому здесь говорится, что вот я там изгоняю от лица твоего, но смотри, не вступай в союз с жителями той земли. То есть, речь не идет о том, что израильтяне пришли, и тут никого не живет. Тут живут люди, с которыми даже можно, и даже, может быть, хочется, иногда, и даже и нужно вступить в союз по каким-нибудь политическим сообнаружениям, чтобы там с амареями, против хананеев, с хеттами, против еще кого-нибудь. Короче говоря, это вот такая вот политическая каша, в которой варится множество народов, и Израиль заселяется в ханаан так, что у него есть и время, и возможность, и соблазн заключать с этими изгоняемыми народами союз, то есть, они не исчезают в мгновение ука. Автор рассказа говорит от лица Божьего, что вот не вступай в союз с жителями земли, чтобы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы сокрушите, вырубите священные рощи, изваяние богов их сожгите огнем. Здесь предлагается уничтожить все следы, все проявления языческого культа, который там был в этой земле, все уничтожить для того, чтобы не было соблазна поклоняться этим самым богам. Исторические книги засвидетельствуют нам, что все-таки некоторый соблазн был и оставался. и далеко не все становилось заклятием для израильтян. Вовсе не так все было просто и мгновенно. И, вероятно, рассказ исхода тоже несколько схематизирует события. Тем не менее, да, вот действительно говорится о причине разрыва с этими народами. Не то, чтобы там эти народы были плохи. Здесь, так сказать, никакого первобытного расизма не наблюдается. Опасностью для израильтян является исключительно их идолопоклонство. жертвенники их разрушьте, изваяние богов сожгите огнем, потому что ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога. Имя его Ревнитель. Он Бог Ревнитель. Вот это еще одно очень важное утверждение, откровение о Боге. Несколькими строчками выше речь шла в пространных терминах богословских, о его человеколюбии, милосердии, прощении, милости. Все это так, безусловно. И то, что Бог жалеет и милует людей, это абсолютно драгоценный для нас факт, иначе где бы мы все были. Но Бог говорит о себе, и текст говорит о Боге. Он Бог Ревнитель. Ну вообще, если честно, то современным читателям это часто очень не нравится. Ну не знаю почему, может быть, потому что хочется, чтобы Бог был другим, чтобы у него был шире взгляд, как к людям надо мягче на вопросы смотреть ширше, вот чтобы он ширше смотрел на вопросы. Бог Ревнитель. Бог Ревнитель. Вне зависимости от того, насколько нам это нравится или нет. Всякое поклонение, всякая попытка почитания в качестве святыни, чего угодно, кроме Бога, вызывает в нем ревность. Бог не соглашается на это. Вот, ну, надо это знать о нем, надо это о Боге понимать, ну, и вообще говоря, учитывать. Вот, не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили бы тебя, и ты не вкусил бы их жертв. Вот здесь, собственно говоря, ревность Божья, то, что Бог Ревнитель, влечет за собой следствие. Израиль должен сделать все для того, чтобы не оказаться вовлеченным в разнообразные культы вот этих самых народов. Все, что возможно, надо сделать, чтобы обеспечить чистоту от этих культов. И поэтому запрещаются союзы, и запрещаются браки между народом Божьим и вот этими вот народами. Опять-таки, не потому, что это было, что эти народы чем-то особенно плохи. Народы себе и народы. Плохо их вероисповедание, плохо их язычество, плохо их поклонение идолом. Вот это вот все. И от этого надо уберечься. Это оказывается очень непростая задача, поэтому подобного рода повеления повторяются просто слово за словом, стих за стихом. заповедей, а дальше еще начинаются перечисления заповедей, которые как будто бы походят на десять, параллельны десяти, в той или иной степени, но явно совершенно рассказу не хватает здесь какой-то систематичности, поэтому вот в коротких словах семнадцатого стиха не делай себе богов литых. Вероятно, подытожены несколько первых заповедей, запрещающих поклонение языческим богам, не делай себе богов литых. Своеобразная формулировка, которая весьма возможно возникла в конкретных обстоятельствах, в конкретном месте, где был соблазн делать богов литых, потому что понятно, что эта фраза не включает в себя богов вырезанных из дерева или слепленных из пластилина или там еще каких-нибудь умозрительно философских. Речь идет о конкретном случае, когда вот захотелось сделать богов литых. Десять заповедей в их основной форме вообще говорят запрещают любое изображение. Возможно, что это более архаичная формулировка, дошедшая до записи не теми путями, как основные основные доколог. Далее в два длинных абзаца говорится о праздниках. Праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, шесть дней работай, седьмой день покойся. Вот все то, что, собственно, должно составлять круг праздников народа Божьего. Здесь в конце, говорится, три раза в год должен являться весь мужеский пол предлецов ладыки. Здесь заповедуются три ежегодных праздника и, собственно, говоря, еженедельное празднование день покоя, седьмой день покоя. Покойся и во время посева и жатвы, и праздник седмиц совершай. То есть, тот момент, когда этот текст записывает, этот вариант заповедей, внимание обращается не столько еще к еженедельному циклу, сколько к циклу годичному. Во-первых, а во-вторых, читая это, так и слышишь ехидный голос, говорящий, что ну как же так седьмой день отдыхать, а есть ли посевная битва за урожай, там, значит, ну мы все это хорошо помним, как это выглядело, вот такой вот нездоровый ажиотаж по поводу сезонных полевых работ. И Бог говорит, да, и в это время тоже, и во время посева, и во время жатвы тоже покойся в седьмой день. Здесь, на самом деле, очень важная логика за этим стоит. Во-первых, это основано на представлении о том, что урожай дается Богом. И если ты не уважаешь те требования, которые Бог выдвинул, ну, ты не можешь особо сильно на этот урожай рассчитывать. А если уважаешь, то Бог даст тебе, несмотря на то, что ты и во время жатвы, и во время посева будешь седьмой день посвящать Господу Богу твоему. Кто на первом месте, а от кого это исходит. Но еще раз повторю, что здесь пока еще на первом плане ежегодные праздники, которые должен совершать Израиль. праздник седмиц, праздник начатков жатвы пшеницы, праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужский пол. При том, что, как кажется, дело-то происходит в пустыне. И в самом ли деле сеяли израильтяне в пустыне пшеницу или нет, это очень-очень большой вопрос. И скорее нет, чем да. Тем не менее, вот такой вот отрывок. В десяти заповедях изначальных разговор, собственно, на эту тему сведен буквально к двум строкам. Помни день субботний, потому что Господь Бог шесть дней делал, шесть дней творил мир, седьмой день почил седьмой день. Вот здесь другие, кстати, заметьте, тоже мотивы, почему это надо делать. Здесь говорится о том, что Бог прогоняет народы, освобождает народы, и поэтому надо соблюдать определенный ритм празднование. Ну и, кроме того, еще вдобавок в этой же части главы говорится о выкупе первенцев мужеского пола и младенцев и скота. И говорится «пусть не являются перед лице мое с пустыми руками». Вот такой вот запрет, который для сегодняшнего читателя тоже выглядит более чем странно. Нельзя говорить слово Божье в данном месте, нельзя прийти в дом владыки, перед лицем владыки, не имея некоего дара, как знака уважения, знака почтения. Дальше говорится о крови жертвы, которая не должна попадать на дрожжевой хлеб, жертва Пасхи не должна переночевать до утра. Не очень понятно, как это связано с предыдущими фрагментами. Ну, то есть, конечно, связано, но совершенно бессистемно перечисляются здесь эти заповеди. самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Ну, хорошо, прекрасно, еще, правда, не сказано про скинью собрания, что она дом Господа Бога нашего, но, тем не менее, да, что надо приносить первые плоды Господу Бога. Ну, кто бы сомневался. И дальше в том же самом стихе «Не вари козленка в молоке матери его». Причем здесь козленок, причем здесь плоды земли, которые надо приносить в дом Господа, и причем здесь еще и молоко матери, этого самого козленка. Вот действительно впечатление такое, то ли, что сидит некий ветхий деньми человек и вспоминает судорожно, а еще было вот это, а еще вспомнилось вот то, то ли листочки записи попадают в руки чрезмерно бережному редактору и получается вот такой вот хаотизированный текст. И наконец в конце этой части главы говорится «И сказал Господь Моисею напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобой». Если речь идет о предыдущих высказываниях, то выглядит это более чем странно, более чем странно. поэтому автор сообщает «там пробыл Моисею у Господа сорок дней сорок ночей и написал на скрижалях слова завета десятисловия». То есть, собственно, не то, что было перечислено выше в этой главе записывает Моисей, а записывает все-таки вот классический доколог десятисловия. Здесь, кстати говоря, едва ли не впервые появляется этот термин. И последняя часть главы свидетельствует о том, что когда Моисей сходил с горы Синая, он сам не заметил, у него же там не было зеркала, чтобы на себя посмотреть, он не заметил, что лицо его сияет лучами от того, что Бог говорил с ним. Конечно же, это в первую очередь свидетельство у Моисея о том, что Моисей был великим святым с совершенно особенными взаимоотношениями с Богом. С другой стороны, рассказ этот свидетельствует о том, что лицо его стало сиять от того, что Бог говорил с ним. Таким образом, автор мыслит в парадигме, согласно которой общение с Богом, диалог с Богом преображает человека постепенно, рано или поздно, преображает человека, и лицо его начинает сиять. Он становится другим, более похожим, может быть, подобным Богу. Это, во-первых, относительно важная мысль для разнообразных аскетических традиций течений, в том числе и в христианской церкви. Ну и вот, видите, объяснение того, почему между Моисеем и народом Божьим образуется некоторая дистанция. Народ уже не ходит послушать Моисея, не приближается к ним, потому что им страшно, они боятся подойти к нему, и подходят к Моисею для разговора только Аарон и начальники общества. И вот им Моисей пересказывает все то, что Бог говорил ему на горе Синай и полагает покрывало на лице свое. Я подозреваю, что когда апостол Павел говорит о покрывале на лице тех, кто читает Ветхий Завет, он перевернув, конечно, имеет в виду именно вот этот фрагмент, именно это покрывало на лице Моисея, которые снимаются только благодаря Господу Иисусу Христу. Субтитры Христу Христу Продолжение следует...